Что это? Двойные стандарты, пищевой апартеид или все-таки буря в стакане воды? Еврокомиссия выделила миллионы евро на проведение исследований продуктов в разных странах Европы, чтобы ответить на вопрос, действительно ли на восточные европейские рынки отправляют товары более низкого качества, чем на западные. Ансис Богустов с четыре года работал брюссельским корреспондентом латвийского телевидения. Многодетный папа уже тогда заметил разницу между товарами, рассчитанными на запад и восток Европы. Первое, что бросается в глаза, даже мандарины и апельсины в наших магазинах доступны только второго сорта. Различия не только в качестве, но тоже в этой установке рынка, что мы немного подбеднее и не можем себе позволить вещи, за которых стоит платить. Вот это меня как гражданина Латвии, то есть Восточная Европа, немножко даже унижает, если честно. Шум по поводу более низкого качества продуктов, продаваемого в Восточной Европе, первыми подняли Венгрия и Словакия. Они представили результаты экспертизы, согласно которым в продуктах для восточного рынка используются менее качественные компоненты. Впрочем, латвийская ПВС, проверив 38 продуктов, отличия нашла, но сочла несущественными. Могло использоваться частично пальмовое масло, которое является менее ценным продуктом, чем жиры животного происхождения, но это опять было указано на маркировке. Поскольку ПВС проблемы не нашла, у Центра защиты прав потребителей тоже нет оснований обвинять производителей в нечестной коммерческой практике. На данный момент мы не видим такую действительно почву, на которой мы бы смогли, конечно, действовать по закону. Еврокомиссия встала на сторону восточноевропейских государств в споре о стандартах качества пищевых продуктов. Еврокомиссия выделила 1 миллион евро на дополнительное расследование этой проблемы. И в Министерстве земледелия Латвии предположили, что отличия результатов экспертиз у нас и в других странах связаны с разницей в методологии. Еврокомиссия намерена разработать единый подход. Какие продукты брать на экспертизу, как их тестировать и что считать нарушением. Сравнительные результаты по всей Европе обещают подготовить к концу этого года. Я Рубитчик, Янис Катлапс, Латвийское телевидение.